О том, что в Челябинске появились грибы, можно судить по количеству прибаркованных машин у лесополосы. В этом году на Южном Урале настоящий грибной бум. Конец лета и осень – кульминация грибного сезона на Южном Урале. Нынешний год необычайно щедр на лесные дары. Любителям грибалки хватает нескольких часов, чтобы до отвалу наполнить свои корзины. Что мы любим? Подосиновики, подберезовики, рыжики, опята сейчас пойдут, маслята, попы. О, вообще замечательные грибы попы. Консервируем, жарим, в морозилку кладем. В этом году на прилавках красуются не только привычные грузди, опята и лисички, но и главный в царстве микологии – белый гриб. Белых не бывает червей, я столько не видела. Вон, красота. Белые вообще пять дней стоят. Свободно, хорошо продашь. В шапу немножко вкусная. Я сама ела. Очень вкусная. И мясная. Правда, покупать грибы на стихийных рынках нужно с большой осторожностью. Зачастую у продавцов попадаются несвежие грибы. Покупать нужно в надежном месте. Вот такие перекрестки оживленные, где ясно много выхлопных газов, такая нагрузка большая на экологию, лучше не покупать. Ну и плюс мы не знаем, где эти грибы собраны на самом деле. Если есть возможность выехать куда-то в экологически чистое место, где грибы продаются, то брать их там. Да и медики озвучивают печальную статистику. Более тысячи человек каждый год обращаются к врачам с симптомами отравления. Поэтому грибникам рекомендуют запомнить главное правило – не уверен, не бери. Грибной сезон в самом разгаре. Специалисты советуют, прежде чем выходить на тихую охоту, нужно получше разузнать, какие грибы можно собирать в корзинку, от каких стоит отказаться. Специалисты советуют обязательно подвергать грибы дополнительной термообработке. Минимальное время варки грибов – 30 минут. Ну а при отравлении необходимо промыть желудок теплой водой с содой или слабым раствором марганцовки. В экстренном случае вызвать скорую помощь. Василий Ермоленко, Андрей Грещук, 31 канал.